Продается коттедж в собственности площадью 424,4 квадратных метра. Итальянская мебель, три гаража, земельный участок 13,5 соток на Черном мысу. Здравствуйте! Это программа в Центре Событий и в студии Дарья Давыдова в этом выпуске. Своё и вкуснее, и полезнее. Где купить натуральные и недорогие продукты на новогодний стол? Праздник к нам приходит. Дед Мороз и Снегурочка поздравили сургутских водителей с наступающим. И еще раз сказать спасибо ветеранам, активисты «Единой России» поздравляют участников Великой Отечественной. Почти 23 миллиарда рублей по расходам – таковы были параметры бюджета сургута в уходящем году. Из них более 11 миллиардов направили на обеспечение учреждений социальной сферы. Удалось отремонтировать 46 объектов, 15 садиков, 14 школ, 2 поликлиники, ожоговый корпус клинической городской больницы, а также 7 учреждений культуры и спорта. Продолжается строительство поликлиники «Нефтяник» в 37-м микрорайоне, спорткомплекса с бассейном в 20-м А, детская школа искусств в районе Пикс и полигона ТБО. А в перспективе в Сургуте отремонтируют и железнодорожный вокзал. В настоящее время ведется подготовка проекта реконструкции этого объекта. Кстати, у нас в городе Сургуте еще один объект в городе Патьяхи. Как только проект будет готов, следующий этап – это поиск инвестора, это возможность долевого финансирования РЖД и правительства Югры. Естественный прирост населения города в уходящем году составил 4800 человек. По сравнению с 2013-м этот показатель увеличился примерно на 2%. Уровень рождаемости более чем в три раза выше смертности. Среднемесячный доход на душу населения составил 50 тысяч рублей. Средняя зарплата – 73 тысячи. Трудовая пенсия по старости в среднем составила 17800 рублей. Благосостояние жителей города Сургута увеличилось. И в сопоставимых ценах 2013 года подросло на 1%. Сопоставимые – это значит за вычетом инфляции. Точно так же увеличились реальные доходы буквально на 1%. Мы говорим о том, что качество и уровень жителей города Сургута в 2014 году подросло. Импортозамещение продуктов – один из приоритетов окружных властей в этом году. Поставлена задача помочь развитию и собственных фермеров, и обеспечить доступ на рынок к соседям с Юга области. Вот и в Сургуте перед праздниками проходит ярмарка тюменских производителей. Тему продолжит Артем Высоцкий. То, что импортозамещению продуктов в Югре быть, стало понятно этим летом, когда Россия ввела ответные санкции в отношении европейских продуктов. Проблемы начали возникать у импортных поставщиков фруктов, молочных, товаров. Впрочем, жители Тюменской области проиграли немного. У нас и свои производители ценятся. Губернатор Югры Наталья Комарова в этом году поставила три задачи правительству региона. Это обеспечение продовольственной безопасности, контроль за ценами, импортозамещение. И накануне в нашем регионе уже внесли изменения в программу развития агропромышленного сектора. Сельхозпроизводителям теперь будут предоставлять субсидии для уплаты процентов по кредитам на новые проекты. Себестоимость производства продуктов у нас весьма высока, и поддержка государства особенно важна. Свойства выращивания или влияния на качество продукции, то мы ничем не отличаемся от других производителей, потому что выращиваем и на кормах, собственно говоря, тоже Тюменской области. Другой вопрос, что, конечно, в плане себестоимости, то мы, естественно, идем по затратам гораздо выше. Тюменские сельхозпроизводители с удовольствием едут продавать свою продукцию у нас, в Сургуте. На предновогодней ярмарке, которая в очередной раз проходит на центральном рынке, фермеры торгуют без арендной платы. Конечно, несмотря даже на дорожные издержки, это сказывается на цене. Удается продавать подешевле говядину, например, за 300 рублей. Здесь же продают и молочные продукты из Тюмени. Продукция эта известна многим жителям области. С конкурентами Тюмени и Угра до сих пор справляются. Если производители будут расширять ассортимент и при возможности не повышать цены, а работать над качеством, то и прибыль их возрастет. Появится больше денег на развитие. Сургутяне же в конечном итоге проголосуют рублем. Артем Высоцкий, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Итоги года подвел и председатель Думы Сургута Сергей Бондаренко. Парламентарий приехал на Север Авторадио, где в прямом эфире в программе «Актуальный вопрос» поделился своими впечатлениями о 2014-м. В частности, Бондаренко отметил, что депутаты приняли хороший консервативный бюджет на будущий год, который отвечает всем временным реалиям. Напомню, доходы казны города составят примерно 21 миллиард 800 миллионов рублей. Расходы около 22 миллиардов 700 миллионов. Дефицит планируется покрыть за счет продажи акций и муниципальных помещений. Председатель Думы отметил, что этот бюджет позволит обеспечить бесперебойную работу коммунальной сферы образования, культуры и спорта. Впрочем, и посетовал на то, что финансов не хватило на все необходимые нужды. Однако и из этой проблемы уже нашли выход. По-моему, предусмотрели все статьи. Конечно же, с тем ограниченными ресурсами невозможно закрыть все дыры, которые есть. Да, нас не хватает денежных средств на ремонт общеобразовательных, детских, дошкольных учреждений, школьных учреждений. Этого не хватает. Но мы с главой договорились, что в случае поступления профицита, а я не сомневаюсь, что оно обязательно будет, то где-то до 50% от свободных денежных средств направлять на вот эти цели. Сергей Бондаренко заметил, что дети должны развиваться всесторонне, не только в образовательных учреждениях, и привел в пример строящуюся трассу для мотокросса. Располагаться она будет в Центре технических видов спорта, которые планируют возвести на Заячьем острове. В этом году на мототрассу из бюджета потратили примерно 20 миллионов рублей. Также председатель отметил, что на недавней встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой сама глава региона сообщила, что финансирование из-за кружной казны на ремонт дорог в нашем городе сокращать не планируют. Сургут получит минимум 197 миллионов из югорского бюджета. Парламентарий добавил, что наша казна на 2015-й особого развития муниципалитета не предполагает. Будут деньги, будем развиваться. Не будут деньги, не будет денег, будем как-то вот сдерживать, смотреть и искать источники внутреннего финансирования. Поэтому не бюджет развития, бюджет стабильности. А накануне губернатор Югры в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей округа, сообщила, что регион не собирается снижать финансирование на ремонт улиц в Сургуте. В этом году на эти цели из казны Хмау выделили 442 миллиона рублей. В 2015-м наш город может рассчитывать и на большую субсидию. По словам главы региона, финансирование может достичь 500 миллионов. В связи с морозами полиция Сургута не ожидает большого числа горожан на улицах города в новогоднюю ночь. В охране общественного порядка с 31 декабря на 1 января будет задействовано более 250 сотрудников УМВД. Помощь им окажут частные охранные предприятия. Новогодние гуляния в этот раз будут проходить на шести городских елках, в ледовых городках, а также в ресторанах, кафе и развлекательных центрах. Все они будут обследованы кинологами и переданы под охрану. Возможно, к работе в новогодние праздники привлекут и созданный недавно отряд ОМОН. Если судить по прошлому году, когда было очень тепло, на наше задействование сил и средств в городе гуляло, отмечало и было на городках, на йоках, более 25 тысяч жителей города Сургута. В охране общественного порядка принимать участие ОМОН не будет. Но если потребуется для каких-то решений задач, обязательно будут задействованы. Для решения задач, непосредственно оперативных. Необычный подарок решила сделать водителям в преддверии новогодних праздников госавтоинспекция Сургута. В центре города в составе патруля ДПС на дорогу вышли Дед Мороз и Снегурочка. Акция, к слову, уже стала традиционной, и многие водители о ней знают. Но все равно большинство из них были удивлены появлению вместо сотрудников полиции новогодних персонажей, которые поздравляли автовладельцев с наступающим Новым годом, призывали их быть внимательнее на сургутских магистралях и просили не нарушать правила дорожного движения. Все водители реагируют по-разному. В основном они ждут наказания. Начинают вспоминать, что нарушили, начинают говорить, что я ехал только по правилам. Когда видят, что подходит Снегурочка с Дед Морозом, улыбаются, вспоминают стихи, впадают в детство, поют песни и так далее. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом снежная, зеленая была. Максим, смотри, кто к тебе приехал. Дед Мороз, смотри. Ай, застеснялся. Давай, Спас. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Первый раз такое попали случайно. Спасибо. По телевизору видим, каждый год людей встречают, поздравляют. Мы вот первый раз попали. Они подарили нам мирное небо, мы можем отблагодарить их заботой и вниманием. Ветераны и участники Великой Отечественной войны с благодарностью принимают поздравления с Новым годом и радуются гостям. Светлана Стебенькова продолжит. Этот дом на улице энтузиастов украшает табличка. Здесь живет участник Великой Отечественной войны. Гости к ветерану теперь приходят нечасто. Розалия Иосифовна Бабайкина недавно перенесла инсульт. Ей тяжело общаться. Тем не менее, активистов Единой России она приняла с радостью. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали для нас во время Великой Отечественной войны. С Новым годом вас, с праздником. Счастья вам, здоровья. Прожить долгую, полную трудностей, потерь и лишений, но все же самую счастливую жизнь. Ей помогает оптимизм и песня. На всех праздниках Розалия Иосифовна была в центре внимания. Пела, плясала, получала награды и аплодисменты. И в этот раз не отказалась петь частушку для гостей. Все, пелась, я пелась, я веселилась. Ах, одно меня любила. Ни в кого влюбилась. Родилась Розалия Иосифовна в Хмельницкой области. Там в 16 лет ее застала война. Ужас, паника, голод и смерть пришли на смену беззаботной юности. И потом, значит, оккупация. А в 44-м весной их освободили. И туда зашел танковый ремонтный завод. И сестра старшая посоветовала устроиться туда, потому что, ну, голодно было все. Она устроилась, и этот танковый ремонтный завод шел за фронтом. В Сургут переехала в 74-м году. Устроилась в Сургут нефтеспецстройтрест, в Сургут нефтегаза. Оттуда и ушла на пенсию. Но предприятие пенсионерку не оставляет без внимания. Каждый год ее навещают, помогают делать ремонт. Недавно пришли деньги из округа. И в квартире участника войны установили новую входную дверь. Получает она поддержку и от «Единой России». 40 тысяч рублей выделила партия на приобретение бытовой техники. Теперь у Розалии Иосифовны есть новый холодильник и телевизор. Дочь ветерана с благодарностью говорит обо всех, кто не забывает ее маму. Здесь в округе, я не знаю, по всей, конечно, России, но в округе нормально. К участникам войны относятся, помогают. Очень тяготит ветерана ситуация на родной Украине. Дочь сообщает Розалии Иосифовне о военных действиях. Постоянно созванивается с бывшими соседями. К ее соседям я звоню. Говорю, вы Россию не ругайте. Говорю, Россия вас любит. И Путин за вас, и все. За отделением, которое там жила соседка, она говорит, «Лида, внимание не обращай. Мы вас всех любим, мы вас ничего не обижаемся». В августе Розалии Иосифовне исполнится 90 лет. Мы желаем ей отметить этот юбилей в кругу друзей с песнями, которые она так любит. Светлана Стебенькова, Анна Серикова, Гамзат Магомедов. Сургут. Интерновости. Новогодняя сказка существует для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подопечных городской общественной организации «Забота» сотрудники Дворца искусств «Нефтяник» подготовили волшебное представление. На праздничном событии побывали 150 ребят. Когда сказка становится явью, узнала Татьяна Расторгуева. «Проходите, будет в моем мешке для вас много подарков, а для меня будет вкусный новогодний ужин». Сюжет новогоднего представления простой. Волк похищает детишек у мамы-козы, на их поиск выходит суперсыщик Шерлок Пес. И с помощью ребят из зала находит. В этом ему помогают и Снегурочка, и Дед Мороз. Сказка, хоть и давно известная, но в современной обработке принимает совершенно новый вид. Впрочем, постановки «Нефтяника» всегда отличаются новаторством и своеобразием. «Это традиционная новогодняя елка, которую проводит Дворец искусств «Нефтяник». Естественно, мы как организаторы только собрали детей и привели, а все, конечно, проводит Дворец искусств «Нефтяник». За что мы выражаем, конечно, огромную благодарность за их труд, за то, что они всегда нас радуют новыми своими представлениями новогодними». На самом волшебном событии уходящего года смогли побывать 150 ребят из многодетных и малообеспеченных семей. И дети с ограниченными возможностями здоровья. «Елка-2014» стала 23-ей по счету, которую организовывают городское общественное объединение «Забота» и ОАО «Сургутнефтегаз». Сегодня у нас есть возможность увидеться со всеми родителями, вместе и пообщаться. Бессловно, родители задают какие-то вопросы. А дети, они ведь многие знают друг друга. Они встречаются, как со старыми друзьями, обнимаются, целуются. А старшие дети, они уже пишут и перезваниваются, смс-ки пишут и в социальных сетях, и общаются. Поэтому это возможность для общения наших детей. Но общение – это полдела. Главное все же эмоции гостей праздника. «Что больше всего понравилось?» Ну, игры, развлечения. Как мы искали следы. Как Дедушка Мороз помог козе найти козлят и помочь их спасти. Спасти в этот вечер удалось и детскую веру в чудо. Ведь порой в жизни для счастья не хватает всего лишь немного сказки и волшебства. Я считаю, это необходимо проводить, так как в Новый год в сегодняшнее время так мало сказки. Здесь ее очень хорошо организовывают. Поэтому, думаю, надо дарить сказки больше. Поэтому чем больше, тем лучше. Татьяна Расторгуева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Далее коммерческая информация. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире и с наступающим вас Новым годом. Что должен делать в типографии специалист по связям с общественностью? Проектный холдинг Венчера пригласил студентов профильного факультета к себе на собеседование. Предприниматель Наталья Кикар раскрыла секреты, на что работодатели обращают внимание при трудоустройстве молодого специалиста. Мы сегодня разговаривали о двух мифах. Первый миф о том, что молодой специалист никому не нужен. Мы его развеивали. Второй миф о том, что любой, кто закончил вуз, он уже ценен, он уже звезда. Мифы развенчивали на примерах. Рассказали студентам, какие качества нужно в себе развивать. Насколько важно знать свой продукт. А также как получить максимальный эффект с минимумом бюджета. Мы, опять же, используем опыт времен Советского Союза. Мы являемся наставниками и мы вырастим для себя того специалиста, который нужен. Благодаря также и теории, полученные в вузе. Студентам поведали, что ради хорошего проекта можно выдержать все, что угодно. Венчера стала одной из первых, кто смог множеством различных способов оживить изображение. Овсетная печать – страница с текстурой живой кожи, с костяным напылением и эффектом настоящих волос на фотографии. Оживить изображение сегодня можно сотнями или даже тысячами способов. Это продемонстрировали студентам на примере конкретного календаря. Если эта страница матовая, а вода у нас, в принципе, глянцевая, мы залили глянцем воду. Студентам также предложили два проекта для защиты их дипломов. Заинтересовались несколько человек. На самом деле такая встреча дает в первую очередь возможность узнать, кто в нашем городе какую нишу занимает. Если еще вчера я не знал, кто такая Наталья Владимировна Кикар, то сегодня я с ней познакомился. Я знаю, что ее личный кабинет находится здесь. И я могу в любой момент прийти к ней, поговорить, может быть, получить какую-то профессиональную консультацию. Сфера связи с общественностью настолько обширная, что каждый может найти себя, не мешая и не толкаясь в конкуренции других людей. Сейчас в Венчере есть вакансия специалиста по связям с общественностью. Предупреждаю честно, работы будет много. План работы на будущий год уже расписан. Телерадио компания «Сургут Интерновости» и салон кожи и меха «Соленья Коллизиония» приглашают встретить Новый год в кругу друзей. 31 декабря, в канун новогодней ночи, окунитесь в атмосферу праздника и веселья. Смотрите «Новогодний огонек» с участием самых интересных, ярких, успешных персон нашего родного города, а также известных эстрадных и музыкальных коллективов «Сургута» на канале ТВ-3. Благодарим за содействие. Магазин «Спар», компанию «Югра ПГС», кредитно-производственную компанию «Ренда». Компания «Сипромстрой» открыла собственный отдел продаж в 38-м микрорайоне. Уникальное предложение – квартира от 2 миллионов рублей. Покупая квартиру в 38-м микрорайоне, вы получаете возможность приобрести собственное парковочное место всего за 100 тысяч рублей. Телефон в «Сургуте» 600-190 или обращайтесь в отдел продаж по адресу. Город Сургут, Тюменский тракт, 6-1. Вход со стороны ТРЦ «Аура». Удачная покупка та, которая приносит удачу. Уникальные акции от салона кожи и бубленок «Флорида». Соверши покупку и участвуй в розыгрыше ценных призов, главной из которых – две путевки на двоих в Анталью. Город Сургут, проспект Ленина, 16. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам – три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, вай-фай, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1-1. Телефон 25-16-16. А почему все так дешево? Да потому что мы не жадные. В магазине «Пятерочка» подарок новогодний. В гостях у пингвинят – 700 грамм. Всего 219 рублей. Скидка – 26%. «Пятерочка» – удивительно низкие цены. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Солени Колизионе Торгово-развлекательный центр Сургут Ситимол 2 этаж Солени Колизионе поздравляет всех с Новым Годом и дарит праздничные скидки минус 50% на весь ассортимент Солени Колизионе согреет вас в любую погоду Я желаю вам праздничного настроения, будьте здоровы, до свидания!